Добрый вечер! Сегодня вечер перед имболком. Праздников кельтов, праздником кельтов. Давайте посмотрим на некое 13, что нужно или снимать, или что он вам принесет. По-быстрому очень, в целом, это будет общий первый в начале расклад. И каждому по варианту загадывайте свой вариант лучше несколько, потому что он обязательно очень разноплановый, и потому, и потому задевает это проверено уже. Загадывайте, кому не хватило времени, ставьте на паузу. А я начинаю с первого варианта. Что такое имболк, я дала в отдельном видео. Это 1 и 2, 3 февраля. Охватывает праздник кельтский, такой же, как Хэллоуин, наподобие Самайн и Лугносад. Продолжение следует... Ну, общее очень хорошее, смотрите, в целом. Он принесет в целом хорошее. И удача, и успех, как все праздники кельтов. И освобождение, и радость, счастье, любовь тоже принесет кому-то свадьбу. Это общее для всех, но и смертей будет очень много. Заканчивается смертью. Это обычно, это норма. И отшельник, для кого-то брак, для кого-то одиночество. Но в целом, все равно, он очень много хорошего приносит. Я даже удивилась. Какое-то освобождение, облегчение, много радости. В целом, у него очень позитивная энергия, ну и как на любом празднике, конечно, возьмут жертву. Тут нечего и говорить, причем по шуту легко. Если вы помните, я рассказывала про имболк, что свое писали имя, или руны, или как, на камни, кидали в костер. А если потом не находили своего камня, бежали от него, выбрали в жертву. А другим приносилось счастье, это и радость. Ничего с тех пор не поменялось. Вот такой у нас общий вариант. Первый вариант. Императрица. Вам богатство принесет. Вам имболк принесет богатство. Но и дар, и откуп тут нужно. Посмотрите, у меня алтарь черный, и залит он словно кровью. Но и дар от вас потребуется, и откуп тоже богатый, и дорогой. Может, даже золото от кого-то. Если хотите это получить, из отшельника, скажем так, из отшельника, это нищета. Выйти в богатство. Давайте хорошие дары и откупы, и не один раз. Но вам может принести богатство. Имейте это в виду. И делайте себя на богатство, привлекайте его, потому что у вас судьба или в отшельника, или в богатство. Первый вариант. Хотите богатство, делайте и платите дорого. По императрице это делают много и постоянно. Но и получают лучшую карту в колоде. Вот такой первый вариант. Мы прощаемся, переходим ко второму. Первый вариант. Второй вариант. Пятерка кубков перевернутая. Вам надо от разочарования делать. Но, между прочим, у вас хоть и пятерка кубков перевернутая, но у вас императрица и солнце с двух сторон. То есть, с одной стороны, разочарование, ссоры, метание сердца. И выбор между хорошим и очень хорошим. Между императрицей и солнцем. И мечами. А вот третий выбор у вас очень-очень плохой. Вы на перепутье, и поэтому очень расстраиваетесь. Ищите помощи и ищите совета. Это второй вариант. Потому что у вас вот такое между очень хорошим, между счастливым в реальности и тройкой мечей. Поэтому у вас очень сильное разочарование. Ну, то есть, вам надо, наверное, выбор просить, чтобы вас увело в эту хорошую сторону плохую тройку мечей. Рассорку всякие сняли с вас. У вас еще рассорки могут быть. Или отрезание, словно вас по-живому режут. Вот, ну, условно по-живому. Нити с кем-то рвутся там. Кого-то вы оставили, кому-то не можете вернуться. У кого-то это тоска по родине, у кого-то тоска по питомцу. Кто-то поехал на заработки, оставил ребенка. Вот такое тоже может быть, как по-живому режут. Есть очень счастливые варианты. Так что вам нужен верный выбор. Это у вас самое основное. Но это не так... Не смертельно, потому что это всего лишь тройка все-таки. Это сердечное. Еще, может быть, впрямую на сердце отдавать. Да? Просто впрямую. Но у вас выбор очень императрицы и солнца. Вы лучшие карты вокруг себя собрали. Так что расстраиваться вам нечего. Особо второй вариант. Он очень тоже, я считаю, счастливый. Так что просите верности и озарения. И, кстати, на имболку очень часто на неверный выбор толкают. Имейте это в виду. Смотрите, вот я этот именно выбрала алтарь. Это у них выбор. Вот такой он есть. Как жертвенный камень, залитый кровью. Вот такой у нас второй вариант. А мы переходим к третьему. Прощаемся. Третий вариант. Солнце. Ну, все самое счастливое. Творчество. Более теплая страна. Теплый отпуск. Общение с детьми, кому нужно. С любимыми. И самое главное. Тут сохран просто королевский. То самое. Если насчет сохрана, то лучше солнца, пожалуй, ничего нет. Шут выскальзывает, но солнце, он просто мощнейший блок держит. И вам подсказывает тоже, что с охраной вот такое вам принесут счастье. Ну, вообще, вас минует любое зло сейчас, год. Вы защищены очень хорошо. У вас предстоит год счастливый. Если хотите свое счастье увеличить, подарите какую-нибудь красивую вещь или свою картину кельтским богам. Если вы рисуете, сделайте, нарисуйте им картину, вышивайте, сделайте вышивку. То, что делают своими руками творчество. Может быть, вы делаете фигурки из бумаги. Может, бисером вышиваете. Ну, вот, подарите что-то, что вы сделали своими руками. Им это очень понравится. Можете бусы набрать даже. Из стеклянных бусин подарите. Ну, в общем, то, что у вас есть какое-то творчество, обязательно. Может, вы пирог печете вкусно. Подарите плод своих рук какой-нибудь. Своего творчества. Или какую-нибудь красивую вещь. Вот такое можете подарить. Для своего счастья. Что еще солнце знаменует? Ну, можете искренне поблагодарить в храме. Это тоже приветствуется. Это именно обращение к высшим силам от Солнца и ответ от них. Вот такой у нас третий вариант. И мы прощаемся. У нас четвертый вариант. Десятка мечей перевернутые. Ну, это конец всем неприятностям. Смотрите, у вас тоже еще второй, скажем так, по варианту. Просто шикарный. Вы между Солнцем, Десятком, Кубком и Шутом. Сохран у вас фантастичный. Вам сохран уже как бы, ну, нужно подновлять, как всем. Я не могу сказать, что не надо беречься, нужно, но сохран тут королевский. Это конец неприятностям. И вам идет неожиданное исполнение желаний. Более свободная жизнь. Более легкая, более творческая. Знаете, просите перемену судьбы себе всегда на более легкую жизнь. И просите свои желания. Ваши желания будут услышаны. Ваши желания исполнятся по-любому. Вот четвертый вариант. Оно к вам само идет. Причем это случится неожиданно. Вам идет более легкая жизнь. У вас ни одной плохой карты нету вообще. Просто нету. Вот такой у нас четвертый вариант. Мы прощаемся, переходим к пятому. Пятый вариант. Вам идет исполнение желаний. Быстрое, внезапное. И еще окончание чего-либо, что долго тянулось и вам надоело. Еще к вам придет известие о смерти. Но так как это связано с шутом и исполнением желаний, это либо вы хотели этого развязать с кем-то узелом. Может быть это конец смерти отношений. Но тут еще в прямой смерти будет это. Или это люди, ну, совершенно вам далекие там, как бы знакомые знакомых. Он это вас не тронет. И еще у этого есть значение, что смерть обойдет ваш личный дом. Она отходит. И вот об этом вы можете просить. И помимо того, желайте, чтобы что-то прекратилось, оборвалось, закончилось. Ваше желание исполнится. Но в любом случае вам по десятке кубков пусть перевернуты. Какое-то ваше желание одно исполнится. Просите самое важное для вас. Оно придет, особенно если связано с каким-то концом и освобождением чего-то. Но это дополнительное еще желание. Вот такой пятый вариант. Если вы не успеете там первого или второго, не страшно. Это так быстро не гаснут. Кельтские праздники, они около десяти дней на самом деле гаснут. Вплоть до восточного Нового года. Вот. У нас шестой вариант. Отшельник перевернутый. А вот вам надо сбросить одиночество, чтобы не быть одиноким. Это первое. Второе. Вам нужно мыслить логически. Скажем так, ваш ум в помощь. У вас отшельник вместе с императрицей. Но так как вы все-таки отшельник, ваше богатство – это ваш острый ум. И тройка мечей тоже на это намекает. И благодаря своему уму вы можете очень много чего понять в жизни и осознать. То есть вам дают прозрение, но не просто, что вот оно пришло, ой, свалилось, пришло во сне. Нет, это плод ваших размышлений. Вы можете поставить все на свои места, разобраться в своей жизни, как вам действовать, что вам делать. И как бы не слушать посторонних советов, которые вам советуют. Как вам жить, где вам жить, с кем жить и прочее. Не слушайте своих, скажем, родственников, не слушайте знакомых. Есть такие люди, которые как-то все за всех знают. Правда, свою жизнь не всегда устраивает, но все за всех знают. Вот таких вам надо от себя откидывать. А так очень хороший все равно вариант. И единственное, что, может быть, тут можно погасить рассорку и вендету. Даже просить. Просите себе прозрения. Просите себе верных выводов. Понять, кто друг, кто враг. И просите погасить ссоры, потому что тройка мечей тут стоит рядом все-таки. Вот такое у нас выпало на шестой вариант. И мы прощаемся, переходим к седьмому. Седьмой вариант у нас тройка мечей. Никак выпадает из разочарованных пятерки кубков. Рядом тройка кубков. Но вы переживаете. Может быть, из-за близкого. И это вас ранит. Что он ссорится, разводится с вами. Вы очень переживаете. Это может быть, сперва, что сердце не очень хорошо себя чувствует. Но это не катастрофично. Это просто мы все не молодеем, естественно. Но больше всего вы переживаете личный ссор. Тут кубки. И какое-то охлаждение чувств. Вот это вызывает ваши переживания. И очень сильные. То есть вам нужно гасить именно и налаживать отношения. Просить. Чтоб это ушло. Может, у вас близкие ссорятся между собой. И вы тоже очень переживаете. И хотите примириться. То есть тут на примирение. И чтобы ушли враждебные, черствые, холодные люди из жизни. И вы с ними, в общем-то, связь и обрезаете, и обрываете тоже. Вот такой у нас седьмой вариант. И еще семерка тоже подсказывает, конечно, на личное. Вы переживаете это не внешние враги. Вы переживаете конфликты какие-то с близкими, со всеми. И вам нужно просить, чтобы эти конфликты прекратились. Не порвать, а прекратились именно конфликты. Ушли рассорки. Ушла вражда любого рода. Вот такой седьмой вариант. А мы переходим к восьмому. Восьмой вариант у нас тройка кубков и сверху солнца. Это вообще любовь, брак, счастье, удача, победа, успех. Но в личной жизни может быть рассорки. Потому что тут тройка кубков, тройка мечей. Но они подсказывают, что погаснут. Тройка мечей переходит в тройку кубков. Тут какие-то конфликты. Погаснут. То есть, если речь шла о свадьбе, завершится. Если вы ссорились с любимым человеком, вы перестанете ссориться. Если ваши люди, любимые, ссорились, они перестанут ссориться, и отношения будут более легкими по шуту. А с врагами вы легко разорвете тут. Вы их обойдете по шуту. Очень легко. И еще это, да, победа над врагами безусловная. Шуту солнца. На вашей стороне и сила, и могущество. Все есть. Это и кубок победы. Тройка кубков. И в то же время любовь, свадьба, брак. И то, и то равнозначно. Может быть, как это приезд любимого человека, любимого ребенка по солнцу. Тоже вариант. Выпытаться легко из любых неприятностей. Кто-то ваш близкий выпытается и вернется. Вот такой у нас восьмой вариант. А мы переходим к девятому. Прощаемся. Ну что, девятый вариант. Тут шут. Тройка кубков, смерть и десятка. Перевернутая мечей на дни. Ну, во-первых, это облегчение после переживаний. Облегчение при болезни, выздоровлении. Это более легкая жизнь вам даст. Но в то же время вас могут обойти и обмануть. Тут шут, он такой сложноватый на некро. Смотрите, не льститесь на какие-то обещания в течение года. Не играйте в азартные игры. Не ставьте ставку на бизнес. И вообще не делайте в том, что вы 100% не уверены. На всякие, любого рода пирамиды вложи. Я за тебя буду работать. Дай мне свои деньги. Я оберну. Одолжи мне. Ты отработай. Потом я расплачусь. Посмотрю, как ты работаешь. Ну, таких вариантов не счесть. Там позвонят мошенники. Расскажите ваши пин-коды, банковские карты и прочее, прочее. Будьте очень с этим осторожны. Ровно год они сказали. Потому что вы войдете в большой ущерб, иначе. И не рискуйте своим здоровьем, потому что 13-й аркан все-таки рядом, а он вызывает осложнение. Тут десятка мечей. Она очень хорошая, но исцеление даже обозначает. Но все равно. На рядом со смертью и шут. Но если даже вы заболеете, шут вам говорит, что вы выздоровеете, оправитесь. Все пройдет самым легким путем. Вот такой у нас девятый вариант. И мы прощаемся и переходим к десятому. У нас десятый вариант. Тут 13-й аркан перевернутый. Но это самое сложное. Но он между шутом и десяткой кубков. Тут еще десятка пентаклей. Я перевернула. Это единственный вариант, которому я докладываю. Паш жезлов и рыцарь еще кубков. Смотрите. У вас может быть ситуация, которая вас ведет в ущерб. Это первое. То есть вам нужно просить, чтобы вы не потеряли деньги. И в то же время это риск для здоровья. Вам нужно просить за жизнь своих близких и свою. И чтобы у вас не было ущерба и материального, и по здоровью. Но еще подсказывает конец какого-то длинного дела, которое затянулось и очень вам надоело. Тянется и тянется полоса. Она подсказывает, что придет на конец завершения. Вот такой у нас был десятый вариант. И на этом мы прощаемся. Один сантимый вариант. Тянется, что придет на конец. Как Aku. Книж отход